МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Показания свидетелей самого громкого дела прошлого года. Судебный процесс об убийстве Андрея Кабанова продолжается. Тариф нелегальный. Стоимость проезда в маршрутных такси по городу Сухум согласно решению Совета городских депутатов остается прежней. Для СМИ вход свободный. Министерство культуры, Абхазии и Союз журналистов страны подписали соглашение о посещении музеев. Показания свидетелей самого громкого дела прошлого года. Судебный процесс об убийстве Андрея Кабанова продолжается. Напомню, в результате разбойного нападения в районе села Приморское 11 июля 2017 года турист Андрей Кабанов получил ножевые ранения, от которых позже скончался. Вместе с погибшим Андреем Кабановым была супруга Наталья Кабанова и двое их детей 2006 и 2015 года рождения, а также семья Чижиковых Николай и Наталья с двумя детьми 2002 и 2007 года рождения. Слово Элеоноре Гелаян. На прошлом судебном заседании по делу об убийстве Андрея Кабанова было удовлетворено ходатайство гособвинения, и суд приступил к оглашению показаний потерпевших, не явившихся на сам процесс. Были зачитаны показания Чижиковой и несовершеннолетней Корнеевой. Это заседание также началось с соглашения показаний потерпевших детей. После суд приступил к допросу свидетелей. Людмила Гварамия – медсестра приемного покоя Гудаутской центральной районной больницы. Она одна из первых встречала тогда еще раненого мужчину на пороге лечебницы. И такой сигнал на машине едет. Я выскочила. Выскочила. Так как машина подъезжает с таким скоростью, он кричит «помогите!» Там остаются охранники. Все мы вышли. Что случилось? Вот привели, бедный мужчина лежит. Сразу на носилку уложили. И такой у нас после войны всегда в реметах у нас такой, когда такой сигнал на машине подъезжает. Все наши спускаются. И врачи, и терапевты, и не стыдно. Все вышли. Все спускались. Все ли бригады. Когда мы завели в перевязочную, там нечего было. Сказали на операцию сразу. Напали на операцию сразу, на самом деле на операцию. Вопросы сторон к Людмиле касались в основном действий медиков. Однако свидетель по существу мало что могла добавить. Отправив Андрея Кабанова в операционную, женщина тут же вернулась на свое рабочее место. Следующим свидетелем стал Руслан Григолия, оперуполномоченный у Гродыска-Гудаутского РОВД. Его 11 июля прошлого года было таким. У нас был вызов. Находились на Примировском районе с сотрудниками уголовного РОВД, Харазия. Дежурная часть Гудыска-Гудаутского РОВД позвонила нам, что сообщили, что ножевое ранение на Примировском районе. И мы поехали. Поехали, узнали, что было разбойное нападение. Человека доставили в больницу. Человека доставили в больницу на живое ранение. И говорили, что там дети у него и жена. Тогда оперы приступили к поискам семей. Также допрошен был напарник Григолия, Владислав Харазия. По просьбе этого свидетеля наша камера его не снимала. Однако в своих показаниях Харазия рассказал, что как-то уже пересекался с подсудимыми в связи со своей профессиональной деятельностью. Последних не раз доставляли в отдел. Однажды даже в связи с подозрением на разбой. Еще один свидетель – Руслан Джарсалия. Именно он, оказавшись случайно с попутчицей на этом безлюдном пляже, нашел раненого Андрея Кабанова на берегу моря. Услышал я звук его. Помогите, помогите. Я остановился. Я говорю, подруге, что-то случилось. Я говорю, что случилось, мужик? Он говорит, вызывайте скорую, милицию. Я остановился и говорю, пойдем со мной. И бегаем, подходим к нему. Он лежит, вместе в крови на море. Берег держи. Полдела на море, полдела на берегу. Что же случилось? Он говорит, меня порезали. Я говорю, еще это разберемся, поехали в больницу. Он говорит, нет, никакая больница. Моих детей убили. Всю дорогу мне говорю, что моих детей убили двоих. Никакая больница. Никуда не поеду, если я здесь умру. Однако свидетель Джарсалия, конечно, раненого не оставил. Правда, тот убедил его повременить в больнице и отправиться на спасение женщин и детей. Ни одних, ни других Джарсалия не нашел и отправился за подмогой. Раненый Андрей Кабанов был тяжелым, чтобы справиться одному. Несколько человек помогли Джарсалия, и тот доставил Кабанова на своем авто в больницу. Также на заседание был вызван свидетель Садбе Гицба. Молодой человек также не пожелал стать объектом съемки. Однако в ходе допроса было удовлетворено ходатайство гособвинения об оглашении показаний Садбе Гицба с предварительного следствия. В 2017 году в городе Адлер купил автомашину ВАЗ-2107. На указанной автомашине я ездил примерно полгода. В конце мая 2017 года я решила продать автомашину ВАЗ-2107, чтобы купить новую. Хочу заметить, что по соседству со мной проживает семья Джинджоли Адгура. Джинджоли вместе со своей супругой Альбиной и детьми. Джинджоли Адгур попросил продать ему автомашину, так как ему надоело ходить пешком. Каких-либо транспортных средств у него не было. Я согласился продать автомашину за 40 тысяч рублей. Однако Джинджоли Адгур на тот момент не был денег. И последний попросил дать ему машину в рассрочку. Так как Джинджоли Адгур проживал рядом со мной, я согласился продать автомашину и подождать соплаты. Мы с ним договорились в течение двух месяцев, что он заплатит всю сумму за автомашину. Были допрошены и другие граждане в тот день, в разной степени ставшие свидетелями страшного преступления против двух семей. Судебный процесс продолжится на следующей неделе. Внешняя политика. Прием по случаю Дня дипломатического работника и 25-летие образования МИД Республики был организован посольством Абхазии в Российской Федерации. На торжестве присутствовали представители МИД России, общественные и политические деятели, главы дипломатических миссий, члены Московской Абхазской диаспоры, чрезвычайный полномочный посол Республики в Российской Федерации Игорь Ахба рассказал о достижениях абхазской дипломатии, отметив основные исторические вехи, указ первого президента Абхазии Владислава Ардзенба в сложное военное время, об учреждении МИД, установление в 2008 году дипотношений с Россией, Никарагуа, Венесуэлой, Южной Осетии и последующее развитие дружественных связей. С поздравлениями выступил первый посол России в Абхазии Семен Григорьев. Участники торжества также поздравили представителей дипкорпуса и пожелали дальнейших побед на профессиональном поприще. Встреча министра обороны Республики Абхазии, генерала армии Мираба Кишмария и министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталия Игнатьева состоялась в оборонном ведомстве страны. Обсуждались вопросы углубления сотрудничества между двумя странами, в том числе и в военной сфере. Как сообщает пресс-служба Минобороны, в рамках встречи, согласно указу президента Приднестровской Молдавской Республики, за вклад в развитие и укрепление мира, дружбы и сотрудничества между народами Приднестровья и Абхазии состоялось награждение военнослужащих Министерства обороны Абхазии медалями Приднестровской Молдавской Республики. Состоялись консультации между Советами молодых дипломатов при внешнеполитических ведомствах Абхазии и России в рамках празднования 25-летия со дня основания Министерства иностранных дел Абхазии. С приветственным словом выступил в Рио председателя Совета молодых дипломатов при МИД Абхазии Инар Ладария, который подчеркнул особый уровень дружеских отношений между представителями и руководством объединения и отметил значимость проведения регулярных консультаций, которые, безусловно, являются важным механизмом для взаимодействия молодых дипломатов двух стран. Состоялся обмен мнениями по вызывающим взаимный интерес вопросам. Интерес взаимный. Итогом поездки в Донецкую Народную Республику на празднование четвертой годовщины независимости ДНР посвящалась пресс-конференция вице-президента Виталия Габния и заместителя министра иностранных дел Олега Аршба. Вместе с министром по чрезвычайным ситуациям Львом Квицине и депутатом парламента Амаром Джинджоли с 9 по 12 мая состоялся визит. Надежда Боровикова с пресс-конференции. 11 мая ДНР отметила четвертую годовщину независимости. При этом государство находится в состоянии войны. Вице-президент Абхазии Виталий Габния впервые посетил республику и ожидал увидеть разрушенные войной города и села, как это было в Абхазии в послевоенные годы. Но реальная картина приятно удивила. Во-первых, нас удивил сам город Донецк. Это город более чем на миллион человек. По своему убранству, красоте, очень схож с Ростовом, самым крупным южным федеральным городом Российской Федерации. Удивило большое количество заводов, фабрик, производства. Город выглядел, во-первых, очень опрятно. Абхазская делегация посетила заводы и производства, оценила промышленный и сельскохозяйственный потенциал региона. Руководство ДНР выразило готовность сотрудничать в экономической сфере, обозначив наиболее интересные направления. Их интересуют наши портовые возможности, поскольку главный порт, через который уходит продукция Донбасса, это Новороссийский порт. Он перегружен, логистически это все обходится им очень дорого, никакой для них скидки в связи с их положением не делается. И они хотят и готовы взаимодействовать через наш порт. При этом, если речь идет о угле, которого где-то множество в шахт, половину из которых просто не работает, потому что нет сбыта реализации. Готовы его поставлять в Абхазию по себестоимости, ничего не зарабатывая на этом. Главное, чтобы они работали, люди получали зарплату. А мы со своей стороны можем быть экспортерами уже в Румынию, в Терцию. Заместитель министра иностранных дел Абхазии Олег Аршба отметил схожесть культур и менталитетов. Для общения нам не нужен переводчик. Мы говорим на одном языке, пользуемся единой валютой. Это очень хорошая база для развития отношений, убежден дипломат. Самое важное, наверное, это люди. Мы были на демонстрации, мы имели возможность наблюдать более часа демонстрацию трудящихся. Это тех людей, чьими руками создаются все эти блага. Огромное количество предприятий, которые работают, научные учреждения. Свыше 300 образовательных учреждений, средних образовательных учреждений, 14 образовательных учреждений среднего и высшего образования. Это говорит об очень многом. Всего в ЛНР и ДНР проживают более 4 миллионов человек, которые могли бы приезжать на отдых в Абхазию. Такую возможность было бы глупо не использовать, считает Виталий Габния. Нужно лишь проводить эффективную работу в этом направлении. Проблема прошлого года и сезона заключалась в том, что наши пограничники требовали загранпаспорт, по которому жители ДНР должны были заехать в республику Абхазия, исходя из того положения, по которому они работают. Но какой загранпаспорт, когда мы понимаем, что они в такой сложной ситуации находятся, тем более, что эти паспорта уже признаны нашим главным союзникам и стратегическим партнерам. И это как-то, в общем, все сложно решалось. Но если в ручном, что называется, режиме, а такой подход, он неправильный, он не системный, он не дает развиться в бизнес этому направлению. У нас свое есть парковое хозяйство, которое мы можем задействовать. Мы там должны со своей стороны открыть резидентов от туристических фирм, которые предлагают определенные услуги, поскольку сейчас это наша задача, в этом наш, что называется, интерес. В ходе визита абхазская делегация пригласила руководство ЛНР и ДНР принять участие в грядущем праздновании 25-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии и 10-летия признания независимости. Надежда Боровикова, Раму Камки, Абаза ТВ. Только сообща, полицовет партии Абстне поддержал проведение консультаций с политическими партиями по реформированию Конституции. Решение об этом принято в ходе очередного заседания полицовета Абстне. Были рассмотрены два вопроса о политических консультациях с партиями по реформированию Конституции, а также полицовет одобрил инициативу молодежных организаций о проведении национального молодежного форума, посвященного 25-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии, который планируется провести осенью текущего года. Цель форума – донести до общества мнение молодежи, выросшей в независимой республике по волнующим молодое поколение вопросам. Тариф нелегальный. Стоимость проезда в маршрутных такси по городу Сухум, согласно решению Совета городских депутатов, остается прежней – 15 рублей. Из 19 участвовавших в голосовании членов Горсовета за повышение цены проголосовало 5. Двое воздержались, 12 выступили против. В заседании, которое состоялось перед голосованием, помимо депутатов участвовали главы транспортных управлений столицы и республики, сотрудники милиции, представители Министерства экономики и общественности. Подробности в репортаже Марьи Анны Котовой. Депутаты городского совета столицы не поддержали инициативу транспортников поднять цену за проезд маршрутных такси с 15 до 20 рублей. Голосование прошло не в пользу водителей, хотя среди членов городского собрания были те, кто утверждал, что повышение тарифа – необходимая мера. Сегодня надо просто предоставить людям право выбора. Если кто-то считает, что цена дорогая, есть альтернатива, есть автобусы, есть троллейбусы. Надо людям предоставить возможность самим выбирать. Если мы сегодня откажем, надо подумать, какие будут последствия. Мы просто лишаем людей, во-первых, там около 200 машин сегодня. Эти 200 машин – это 200 человек, мужчин, которые за собой имеют семьи, как минимум троих, четверых, а то и пяти. Это около тысячи человек сегодня, которым кормят данные люди. Коллега Семенобжания Тимур Купалва предложил компромиссное решение вопроса, которое могло бы частично удовлетворить обе стороны сложившегося конфликта, то есть и водителей, и пассажиров. Я готов проголосовать за поднятие с учетом того, что есть у нас категория граждан – это студенты, пенсионеры, инвалиды. Если для них цена останется прежней, то я готов поддержать поднятие цены, а для данной категории граждан ставить цену 15 рублей. Все мы уважаем старших, все мы уважаем детей. Депутат городского собрания Радаша Савсипян предложил другой вариант. Не повышает цену за проезд в маршрутке до осени. Не вернуться к обсуждению вопроса через три месяца. Вот если есть возможность, вот эти три месяца, пока какие-то уступки есть, есть там, насчет топлива, насчет всего, до сентября месяца, если сегодня вам топливо не будут давать, если вам не будут 10 литров давать, я насколько знаю, есть такие разговоры, если этого не будет, я вот здесь сижу, я в сентябре месяце проголосую за, я подниму руку за поднятие. Транспортники же выступали за рост цены, но с сопутствующим повышением качества обслуживания. Пять рублей повышение необходимо, это наше мнение, вам принимать решение, до 20 рублей. Если оно не будет соответствовать, допустим, та же маршрутка, образно говорю, 15 сидячих мест, а забито как селедка, вы должны его снять с рейса, если оно не соответствует правилам перевоза. По мнению некоторых депутатов, транспортники искусственно создали экстренную ситуацию, не дав времени городскому собранию обработать полученную информацию о необходимости пересмотра тарифов за проезд в городском транспорте. Вроде бы мы как-то сели, вроде бы договорились, потом час проходит, вы ничего, в итоге в общей массе ничего не приняли, все равно подняли цены на 20 рублей. Просто я хочу сказать, что тоже как-то надо изучать то, что происходит. Когда происходит поднятие тарифов во всех городах, уведомляется население, хотя бы за полгода, допустим, Москва, Ростовка, с 1 января поднимается тариф на маршрутное такси, а у нас ба-бах, сразу идти подняли, заметили, так просто на самом деле нельзя делать. По словам начальника транспортного управления города Сухум Леонида Шулумба, действительно, ситуация, при которой город на трое суток остался без маршрутных такси, создана искусственно, но виноваты в этом не только транспортники. Зачем народ должен был страдать? Зачем народ сегодня три дня не видит транспорт? Почему такая ситуация создалась? Мы виноваты во всем этом сами. Вы комиссия, я беру на себя часть ответственности, потому что надо было, наверное, мне самому позвонить вам. Ситуация немного искусственно случилась. На заседании присутствовали и водители маршрутных такси, которые очень эмоционально обозначили свою позицию. Их не устраивает не только низкая цена за проезд, но и плохое состояние дорог, а также поведение отдельных пассажиров, оставляющих за собой мусор. Хотя претензий к водителям и их машинам у пассажиров, по словам депутатов, гораздо больше. Министерством экономики создана горячая линия, с помощью которой горожане смогут жаловаться на качество обслуживания в городском транспорте. Министр экономики заявил о том, что будет создаваться горячая линия для пассажиров, чтобы в случае, если водителям нарушаются правила движения, транспорт в неопрятном состоянии находится. Водитель, не дай бог, конечно, в состоянии алкогольного опьянения. Человек, который пользуется транспортом, может обратиться, и на данного гражданина будут применяться какие-то меры взыскания. Это снятие с маршрута и в последующем вообще увольнение. Я думаю, это будет хорошим стимулом для того, чтобы улучшить ситуацию. Но ситуацию в транспортной отрасли депутаты решили не улучшать, а стабилизировать, проголосовав против повышения стоимости проезда в маршрутном такси. Теперь ответ за водителями, которые три дня не выезжали из своих гаражей в ожидании новой цены. За стабильность, а не улучшение ситуации или создание проблем с передвижением по городу людям, которые не имеют собственного транспорта. Проблемы транспортников страны в пятницу обсудили и в Министерстве экономики республики. Чуть более недели назад транспортное управление перешло в ведение Министерства экономики Абхазии. В связи с этим, чтобы обсудить ситуацию в отрасли в целом, Адгур Ардзенба созвал на совещание всех руководителей региональных управлений транспорта. Первое, на что обратил внимание глава Минэкономики – качество обслуживания пассажиров междугороднего транспорта, так как, по его словам, этот аспект во многом влияет на ситуацию в туристическом бизнесе. Так дальше продолжаться не может, потому что те туристы, которые приезжают к нам в Абхазию, они от их настроения, от их ощущений зависит не только наша с вами транспортная часть. Нельзя забывать о том, что этих туристов ждет вся страна. За вами еще люди, которые занимаются малым бизнесом, рассчитывают на этот курортный сезон. И, мягко скажем, то поведение, которое имеет место быть, это абсолютно неприемлемо для страны, которая заявляет себя как курортная страна. Я знаю, что у вас и у каждого есть что сказать, что много проблем со стороны государства. Может быть, не всегда правильно или как-то обращали внимание на ваши проблемы, но это не дает никому право вот такого рода беспредел устраивать в этой сфере. Я не вижу никаких проблем, если водитель будет вежливый, если водитель будет опрятно выглядеть, если он в тот момент, когда перевозит туристов, выключит свой магнитофон, в конце концов. И вот такие вещи, это же, во-первых, не соответствует ни нашим, ни традициям, ни правилам, ни нормам, ничего не соответствует. Продолжаем выпуск. Представители Государственного инвестиционного агентства впервые принимают участие в работе Астанинского экономического форума Global Challenge Summit 2018 в Казахстане. В основе программы форума такие проблемы, как экономический рост и ресурсная устойчивость, урбанизация, долголетие и финансовая революция, глобальная безопасность и культурный сдвиг. Для СМИ вход свободный. Министерство культуры и охрана историко-культурного наследия Абхазии и Союз журналистов в республике подписали соглашение, позволяющее представителям средств массовой информации бесплатно посещать государственные музеи страны. В Абхазии это правило вводится впервые. Подписи под документом поставили министр культуры Эльвира Арсалия и председатель Союза журналистов Руслан Хашик. Анастасия Никонова продолжит тему. В Международный день музеев впервые в нашей стране по инициативе Союза журналистов Республики и при поддержке Министерства культуры подписано соглашение о бесплатном посещении государственных музеев абхазскими и иностранными журналистами. Мне хочется сказать, почему нам это стало интересно и почему мы стали партнерами в этой истории. Потому что музей сегодня, как и многие учреждения культуры, переживают очень интересную эпоху. Это эпоха перезагрузки для музея, потому что для того, чтобы музей был популярен, он уже вышел за грани, за пространство музея. И его ближайшее будущее, это, конечно, обязательно в партнерстве со СМИ. Мы видим прекрасные примеры. Метрополитен музей, который оцифровал и выложил в мировое информационное пространство все свои лучшие фонды. И сегодня для журналистов это прекрасный информационный повод. И многие музеи идут таким путем. Поэтому мы надеемся, что такое соглашение для нас это такой вот важный вектор развития и в музейном деле, и в сотрудничестве со СМИ. Бесплатное посещение музеев с журналистами – общемировая практика, распространенная во многих странах Европы, отметил председатель Союза журналистов Руслан Хашик. Сейчас, по его словам, аналогичный проект обсуждается в России. В связи с обращением Союза журналистов России, Министерства культуры и в ближайшее время аналогичное решение, которое мы сегодня принимаем, будет подписано, внедрено на территории Российской Федерации. Я хочу обратить внимание наших граждан и журналистов в частности, что это не какие-то социальные льготы, которые Министерство культуры будет предоставлять нашим журналистам. Это мы демонстрируем партнерские взаимоотношения между Министерством культуры и Союзом журналистов и вообще журналистами, потому что мы все работаем на культуру, на абхазскую культуру. Абхазская журналистика является частью абхазской культуры. Поэтому, чем чаще мы будем обращаться к проблеме культуры, в частности, к музейным проектам, вопросам, это будет как бы способствовать популяризации культуры в целом. Посещать абхазские музеи бесплатно будут и иностранные журналисты. Данное решение, по мнению инициаторов соглашения, будет способствовать формированию положительного имиджа нашей страны. К нам в страну приезжают очень много иностранных журналистов, и как журналисты, командированные в Абхазии, так же, как и в качестве туристов. И вот предоставление им такого права мы тем самым демонстрируем европейские традиции. И когда журналист – это не просто турист, который посетил объект, а журналист, который посетил культурный объект, это носитель, человек, который потом станет передавать эту информацию, тем самым мы будем способствовать пропаганде нашей культуры. И еще наши журналисты, многие более 30 человек являются членами Союза журналистов России, и в ближайшем будущем они получат право бесплатного доступа к российским музеям. Если мы продемонстрируем и раньше введем это право и предоставим нашим российским коллегам посещать наши музеи бесплатно, это тоже хорошая демонстрация. Чтобы попасть в культурное учреждение, представителям СМИ на входе необходимо будет предъявить редакционное удостоверение, членский билет Союза журналистов Абхазии или России или пресс-карту международного образца, удостоверяющую профессиональную принадлежность посетителя. Более того, отметил председатель Союза журналистов, будут продолжены консультации с Министерством культуры страны о посещении представителями СМИ театров Абхазии. Анастасия Никонова, Рамо Камке, Абаза ТВ. 18 мая – Всемирный день памяти жертв синдрома приобретенного иммунодефицита человека. Ежегодно в 3 воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от СПИДа. Это делается в том числе и для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, а также к распространению этого заболевания в мире. В нашей стране республиканский центр СПИД провел в Сухуми бесплатную акцию экспресс-диагностики ВИЧ и гепатитов. Сегодня мы с утра здесь с 9 утра. Активность пока еще не очень такая активная, слабенькая. Люди на работу пришли, но ожидаем, что ближе к перерыву люди будут подходить обычно по времени так. Когда сегодня уже проходили мы с подружкой по проспекту Мира, я увидела, смотрю, стоит машина интересная. Но когда подошла, когда увидела, у девушки спросила, что это такое, она мне объяснила. И я решила все-таки это самое, пройти диагностику. Я, например, считаю, что эти акции нам просто необходимы. И это нужно всем, независимо от возраста. Сейчас о погоде в Сухуми. В выходные дни в столице облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 27, ночью 18 градусов. На этом пока все. Развитие событий на нашем канале и на сайте abaza.tv. До новых встреч в эфире и приятных выходных.